К нашему разговору присоединяется Михаил Шейтельман, политехнолог и писатель. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала давайте поговорим о деньгах. Пригожин, по данному разведки, тратит на войну против Украины ежемесячно более 100 миллионов долларов. Как думаете, откуда такие деньги? Это какие-то личные сбережения ради своих амбиций или все-таки это госбюджет России? Ну, конечно, это государственный бюджет. Это же частная военная компания, она получает деньги. Это не благотворительный фонд имени Пригожина. Естественно, что за свои услуги она получает согласно тарифу. Вот каждый солдат, ну какая тарификация идет? Не знаю, вот за каждого солдата, вот за каждую атаку, вот за день боевых действий. Дальше Пригожин забирает свою долю, как в любой приличной частной военной компании. В смысле есть норма рентабельности, это бизнес. Например, он получил сток, вот из этих 100 миллионов, значит, соответственно, там 30% он забирает себе, где в прибыль компании идет на развитие, на инвестиции, на привлечение новой клиентки. Вот, поэтому и вообще деньги-то небольшие. Что такое 100 миллионов для, ну реально, в рамках общей российской войны? Они тратят в месяц, там сколько, я думаю, 100 миллиардов, да, на войну? Ну нет, не 100 миллиардов, миллиардов 10. Значит, это 1%, понимаете? Вот они тратят, по тем данным даже, которые были у западных разведок, прошу заметить, то есть там наверняка не все учтено. То, что потрачено на войну, было больше 80 миллиардов уже где-то месяц назад. Значит, в среднем в месяц 10 миллиардов. Итого, я говорю, 1%. Ну что это? Учитывая, что 50 тысяч вагнеровцев на войне, то есть вагнеровцев составляют там, ну сколько, процентов 15 от всего личного состава, и всего 1% идет на вагнер. Короче, я думаю, что эта цифра сильно занижена, она нереально маленькая. Я думаю, скорее миллиард все-таки они должны тратить. В американской разведке говорят, что в последний месяц смертность среди вагнеровцев резко увеличилась. Как думаете, это повлияло на доверие наемников к частной военной компании? Смертность увеличилась среди всех российских военнослужащих. Вагнеровцы, они или не вагнеровцы, просто посмотрите на статистику Генштаба, и мы увидим, что за последние два месяца, там, в среднем в день наша армия уничтожает больше 500 россиян. В частности, в ноябре было уничтожено 16 тысяч, и это было абсолютным рекордом за всю войну. Вот 16 тысяч – это рекорд за всю войну. В декабре будет что-то сравнимое с этой цифрой. Ну, может, 15 будет или 14 тысяч. Поэтому увеличилась смертность у них у всех. Доверие. Что такое доверие человека к Вагнеру? Ну, вы представьте себе интеллектуальный уровень человека, который идет воевать в ЧВК Вагнер. В смысле, это дегенерат полный, абсолютно дебил. Надо же понимать, да? Это абсолютно тупое животное. У него не может быть... Он даже слово доверие не знает. Точно доверие. Мы пришли, сказали, вот тебе деньги, пойдешь за деньги, там, надо поехать. Он берет и, да, куда, что делать? Да, да, вот тебе ружье, на, пошел, все. Вы как-то представляете себе их, что у них есть... Они изучают статистику, сколько кто погиб, какие эти самые, нет, нет, нет. Там об этом разговоры не идет. Посмотрите на их лица, посмотрите, когда допрашивают пленных. Вот, вагнеровцев. Есть же допросы пленных вагнеровцев. Но это просто люди там с отсутствием IQ, не то, что с низким IQ. Поэтому у них не может быть слова доверия. Ну, даже вот было объявление от Алексея Навального, который находится, да, тоже в колонии. Он говорит, он сообщал, да, что вот там среди своих шушукались, что раньше-то сотни людей уезжали. Сейчас там вот последний раз уехало только там 80 или 90 человек. То есть, как будто все, вроде бы, вот вы говорите, что они не соображают, там уж куда едут. Но какое-то ощущение, что билет в один конец все-таки есть даже у таких заключенных. Нет, давайте так. Если раньше сотни уезжали, значит, просто в эту колонию уже приезжали, правильно, за заключенными. Ну, раз они говорят, у нас раньше уезжали сотни, а сейчас вот всего 80 человек. Значит, они дебилов-то всех забрали. Просто в тюрьме же разные люди сидят, в тюрьме же не одни идиоты. В тюрьме сидят и умные люди, вот сам хотя бы Навальный сидит в тюрьме. Там сидят умные люди за мошенничество, за экономические преступления, за какое-нибудь там налоговое преступление. Там же не только придурки, которые там тупо просто режут людей на улице или какие-нибудь просто там педофилы. А идут-то в Вагнер кто? Вот педофилы, насильники, убийцы, потом, ну, какие-нибудь грабители, то есть всякая мелкая шушера, естественно, шестерки всякие. Вот я про этих говорю, их просто, просто они кончаются, понимаете. Всего в тюрьмах Российской Федерации, всего во всех тюрьмах всей Российской Федерации сидело 300 тысяч человек на момент начала войны. Если у них уже 50 тысяч заключенных в армии, то это они выгребли уже 20% всех заключенных, понимаете. Просто столько дебилов не найти, больше их нет, они кончаются. В американской разведке также говорили о том, что КНДР отправила некое вооружение для ЧВК Вагнера, и речь идет о ручных противотанковых гранатометах и ракетах. В КНДР при этом это отрицают. Как вы думаете, это может быть правдой? Конечно, может быть. Во-первых, в мире много частных военных компаний. Вагнер не единственная частная военная компания в мире, и все частные военные компании где-то приобретают оружие. Одни приобретают это в США, другие в России. Почему бы не приобрести в КНДР? Тем более, что КНДР это такая страна, которая, как сказать, она не является, в общем-то, по большому счету, не играет по международным правилам. Вы же видите, она создала ядерное оружие, сама себе хозяйка, проводит испытания ракетные там, где она хочет, хоть над Японией посылает ракеты, хоть еще где. И она не подчиняется, как Иран. Вот Иран страна-изгой, в любом случае, что с ней можно сделать? Так как КНДР страна-изгой, она существует только потому, что Китай ей дает еду. Поэтому она может делать все, что угодно. Слушайте, ну даже если предположить, что вот это правда, и КНДР предоставляет оружие для частной военной компании. Ну это просто как-то, это же на запрос России происходит. И тут задаешься вопросом, вот целое государство обеспечивает оружием, по сути, наемников. Не просто армию официальную, а наемников. Черт, наемников много. В мире много частных военных компаний. В Африке в каждой стране работает какая-нибудь частная военная компания. Частные военные компании совершенно не обязательно связаны с государствами. Ну то есть как-то связаны, а может не связаны. Официально, по крайней мере, не связаны. Ну где-то зарегистрированы как частные военные компании. И, ну, я вообще как-то в этом, вот в Африке же приезжаешь, там же все работают, правильно? В любой стране есть ЧВК. Любая ЧВК кем-то снабжается. Почему бы в Северной Корее не продавать оружие ЧВК? Это не запрещено никем, понимаете? Это же не то, что вот. Вот если бы Вагнера объявили террористической организацией, как об этом речь шла в США, насколько я помню, вот тогда мы могли бы говорить, как, это нельзя, это террористы, и, соответственно, можно было бы предпринимать какие-то меры воздействия на Северную Корею. Так они действуют вполне законно. Заметьте, они даже не России продают, которая идет в войну, просто, ну, частная военная компания. А для чего она делает? Ну, для чего-то. ЧВК Вагнера, оно же не только на Украинском фронте воюет, оно грабит золотые рудники в Центральной Африканской Республике. Оно совершает военные перевороты в Буркина-Фасо. Много где они работают. О Пригожине хотелось бы подробнее еще поговорить. Вот создается впечатление, как будто он соревнуется с российским министерством обороны, может, даже с самим Шойгу лично, кто эффективнее себя проявит. Какой он властью сейчас наделен, ну, кроме того, что он руководит наемниками? Ну, слово власть, у него, скорее, полномочия, а не власть, это большая разница. То есть он ничем, кроме ЧВК Вагнер, не управляет. У него, естественно, есть большая бизнес-империя своя собственная. Это включает в себя ведь не только ЧВК. Это и, как мы знаем, он повар Путина, то есть занимается едой. У него есть медиа-активы, кстати. У него есть телеканал свой, где Шнур был, певец Шнуров был у него этим, арт-директором, или как он там назывался, программным директором. У него есть сам певец Шнур, это тоже его собственность. У него есть, он поставляет продукцию для федеральных каналов. То есть он снимает какие-то передачи для федеральных каналов. Это вот его активы. То есть он, скорее, бизнесмен, поэтому нельзя сказать, что он обладает властью. Он бизнесмен под крышей. Это бизнесмен, который может себе позволить больше, чем другие, например, приезжать в тюрьму. Но сказать, что он обладает властью, нет, не обладает. Он должен покупать каждый раз кого-то. То есть он вот там купил себе пропагандистов. Вот они на него работают. Вот и все. Власти тут, я бы не назвал это слово. Но ему же это позволяет, уже некое влияние. Он может себе это позволить делать? Не каждый может купить себе, кого хочешь. Да, я же говорю, это не власть, а полномочия. То есть ему дано такое право, потому что его крышуют. Крышуют, естественно, кто, ну, кто лично, я не знаю. Ну, Путин, понятно. Но кто там внутри иерархии. Ну, говорили люди, но это у меня нет, естественно, сведений. Я слышал сам вот невзгодно, что это ковальчуки. Но это я не знаю кто. А как думаете, ему стоит, Путину стоит бояться Пригожина? И конкретно того, что его же повар метит на его же место? Да. Ну, как бы, как вам сказать, бояться? Сам, да, Пригожин, в этом смысле, Пригожин прям вот сам не возьмет, не побежит делать революцию. Это не так. Но Пригожин сейчас пытается действительно забрать себе как можно больше, ну, вот это видно по тому, каких людей он скупает для себя, в свою сферу влияния, что он пытается создать себе такие политические активы, назовем это так. И вот эти политические активы, они выстрелят в момент, когда Путин будет слаб. То есть это не то, что Пригожин не начнет первым революцию против Путина. Но если начнется процесс смещения Путина, то Пригожин будет одним из главных игроков. Вот это правда. Потому что у него армия. Это очень важно. Потому что сейчас многие заблуждаются. Люди помнят старые времена, когда менялась власть в Советском Союзе. И процесс был, по большому счету, политическим. То есть процесс смены власти был политическим процессом. Вот есть такие политики, сякие политики, такие. Они борются между собой. Не обязательно на выборах. Может быть, в качестве интриг и так далее. Кто-то побеждает. А сейчас, если когда начнут смещать Путина, когда-нибудь его начнут смещать, это же когда-нибудь неизбежно. Процесс будет не политическим, а чисто криминально-военным. Потому что сегодня Россия, это уже не та Россия, которая была 30 лет назад. Сегодня Россия это криминально-военная территория. Эта территория похожа на Сомали в каком-то смысле. Вот на такие места, где государства больше не существует. Это оказалось фейлд-стейт. Фейлд-стейт, когда смена власти происходит только военным путем. То есть они будут стрелять. Чтобы попасть в кабинет вместо Путина, ну, человек, который захочет быть вместо Путина, он не пойдет на выборы участвовать. Они будут с автоматами бегать и стрелять друг в друга. И вот тут Пригожин станет очень серьезным игроком. Просто мне кажется, в какой-то момент Пригожин стал случайно популярным. Ну, знаете, когда вот он не планировал попадать в большую политику, просто там воротить большими бюджетами. Он случайно стал медийно известным, получил, как вы говорите, полномочия. И мне кажется, вот точно так же он случайно как будто может сместить Путина. Нет у вас такого ощущения случайности у этого человека? Нет, он не случайно. У него было точно абсолютно, он начал это делать. Я просто могу вспомнить даже, когда он начал это делать. Это началось в начале сентября. Ну, может, в конце августа, в начале сентября. Вот эта популярность у вас появилась. Он стал публичной персоной. До этого, вот до конца августа, начала сентября, вы интервью-то с ним не найдете толком. Я даже не знаю, были они или не были. Были какие-то фотографии, какие-то статьи о нем. Но его не было. И вдруг появляется в сети вот это, как он вербует заключенных в колонии. Очевидно, снятая его людьми. Очевидно, специально слитая в сеть. И дальше у него появляется активность медийная почти каждый день. Он становится круче Кадырова по медийной активности. Он вкладывает в это сумасшедшие деньги. Потому что вот купить, я думаю, то, что он купил себе Соловьева, Симоньян, который теперь рассказывает о ЧВК Вагнер, восхваляет и так далее, восхваляет Пригожина и ЧВК Вагнер. Это огромных денег стоило. Поэтому это абсолютно сознательно. Он оказался, скорее, в нужное время в нужном месте, но не случайно. Он туда специально пришел. Он воспользовался моментом, воспользовался вакуумом, отсутствием героев. На этой войне в российской стране не было героев. Вот с нашей стороны есть много героев, а у них нет. Они специально молчат. У них нет ни одного имени. Мы даже имя Суровикина узнали от Пригожина. То есть это Суровикин назначил Пригожин в каком-то смысле. И тогда его стали раскручивать. И тоже Суровикина раскручивает Пригожина. Не кто-то. Кто был до этого известным лицом, именем войны? Были, ну, чиновники, понятно, там Шойгу, Герасимов. Но они и без войны были, Минобороны и начальник Генштаба. А вот лица войны стал создавать лично Пригожин. И это не случайность. Он решил стать политиком, очевидно. Но стал претендовать на большее, чем на то, что он имел до этого. То есть на большее, чем просто бизнес. Спасибо большое, Михаил. Михаил Шеттельман, политтехнолог и писатель, подключался к нам. С ним мы поговорили о влиянии руководителя, главаря частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина на российский политикум в целом и в частности о том, стоит ли Путину бояться, что однажды его же повар сменит его в кресле.